я давно подыскиваю себе трекинговую обувь под холодное время года а этих ребят вижу уже второй раз на выставке весной тоже сюда подходил здесь именно под все сезоны у меня на зиму ничего нету сейчас подойдем и они расскажут я думаю многим будет интересно здесь на все случаи жизни мы представляем итальянскую обувь литос которая предназначена для людей которые любят ходить с рюкзаком поход горы в лес за грибами на рыбалку на охоту видите всю линейку обуви она сделана из натуральной кожи используется подошва вибром это известный мировой бренд итальянский туристы знают об этом каждый турист скажешь ему вибром как найк он поймет что это бомба используется очень много мембрана мембрана это тоже наверное все ну как бы уже да да это известно которая как бы охраняет наши ноги от воды и заодно дышит чтобы пар выходил есть мембрана у литоса теплый драйв это вариант зимняя мембрана на плюс еще и утеплитель то есть до минус 20 с носком человек будет себя чувствовать комфортно в любых условиях еще плюс термо носок и минус 25 то есть ну не буду говорить как бы 30 потому что это уже перебора но смотри вся обувь в принципе рассчитана на динамику на то что человек придет сидит на рыбалке и ловит рыбу перемещать на рыбалке есть такие вещи как все прекрасно знают это резиновая подошва теплый чулок это зимняя рыбу совсем резина типа пенка как там не надо да ну но мне не походишь это именно для сиденья плюс еще ли это тоже в ваша это тоже это же литос это единственная модель которую они делают как бы они шьют заготовку и приливают как бы сюда по ну а я вообще для сиденья наверно все знаешь у валенки куча валенок они еще нету да потому в этой обуви человеке дело он должен ходить движение это жизнь здесь уже мы видим уже как бы не кожаные модели а скомбинированы то есть есть ноутбуки и замша вместе комбинированность с новым материалом кордура который вышел на рынок он вышел из военной отрасли где он самый прочный и перешел же в гражданскую отрасль то есть это вариант тоже очень сильный на разрыв на порезы на ветки все об этом наверное тоже многие знают я ходил в ботинках с кордуры то горя не знал мы видим разные расцветки они предназначены как и для мужчин так и для женщин в принципе всей семьей ходить в походы в горы заниматься любимым делом то же самое мы видим на этих другой след уже он тоже самый вибром известный производитель видим также подошву литос то есть это уже приливной метод крепления подошвы где нету ни клея не гвоздей ничего здесь горячий полиуретран заливается на заготовку грубо говоря это вечная подошва и уже не вырвешь не оторвешь плюс или тос еще делает цветные подошвы то есть это есть оранжевая то есть для любителей понял это на любителя это уже на любителя как бы такого городского варианта то же самое здесь мембрана waterprop мы только что рассказывали о тэпордрайзе мне waterprop это более демисезонная мембрана она без утеплителя но держит воду в промокании то же самое дышит чтобы нога не потела кроссовочная часть то есть литос не только ботинки берцы высокие но это и кроссовки кроссовки как ходите в городе так же сама ходите в походы в городе например если мы говорим о летней то есть есть кожа с перфорацией то есть уже это нубу как он сам по себе дышит плюс еще полностью весь сделана перфорация то есть уже вас когда потеть не будет есть обувь без мембран то есть тоже чистый нубу плюс натуральная подкладка а еще здесь мы видим известный бренд стельки ортала можно вытянуть сейчас я покажу это гелевая стелька ее функции она она впитывает влагу за день когда человек ходит то есть мембрана выводит сбоку влагу а стелька впитывает вниз потому что снизу нога тоже работе и наша главная задача чтобы ноги у человека не были мокрые потому что мокрые ноги это уже дискомфорт это уже заводится всякие микробы то есть дальше если это морозы то нога замерзает когда он остановился потому что движение как бы теплее а это фишка она вбирает себя за день и вечером когда он остановился на ночлежку он вынимает стельки то есть вытянуть и вынять ее нужно все-таки и просушил стельки просушил как бы все то есть ну она за день и не намокает потому что гель он абсорбирует себя вниз и получается очень комфортный вариант ну и при должном уходе смысле сушить она будет насколько знаю служить не на огне и не на батарее сушить его возле тепла то есть потом палатки там да и так же самое я вам скажу и по мембранной обуви на батареи ни в коем случае сушить ее нельзя потому что мембране будет капец реально сушить надо возле тепла и стараться ухаживать так же самое есть куча средств разных которые обрабатывают это еще дополнительный уход за обуви если вы хотите чтобы она вас прослужила там не два-три года лет 5 и больше то же самое в кроссовках используются вот эти варианты приливной подошвы я говорил там литос outback то есть как бы развание разные тот же самый вибром уже другой след более городской вариант возьмем вот эту модель то есть люди смотрят и многие подходят говорят мы нам эта форма похожа на скарпу скарпа это мировой итальянский бренд из дома как бы фабрика mondex которая делает эту обувь литос она очень много делает для других брендов очень известны и ценник там в два раза выше а наша фишка еще в том что мы имеем модель в один в один с теми же комплекту с фибрами сорта лайт со всеми наворотами которые есть но ценник в два раза ниже за счет того как бы что литос не не вкидывает в рекламу все остальное мы имеем грубо говоря nike мы платим 30 процентов за рекламу как бы не получаем тот же самый продукт поэтому я считаю что этот вариант бюджетный и технологичный есть еще чисто обувь городская вариант вот и людям комфортно то есть классика мы так видим но тоже с мембраной тоже вариант то есть необычная классика летние варианты кроссовок то есть это кроссовки с сеточкой то тоже тоже что дышит там мы видели перфорацию здесь специально 3d сетка уже варианты расцвета как бы очень много тоже варианты без мембран цветовая гамма то есть девушки мальчики женщины мужчин а потом еще вариант это кеды тоже литос делает на плоской подошве тут же самый вибрам делает кеды то есть это камуфляжные пошли у нас разные цветовые гаммы кед они тоже есть на мембране есть без мембраны если эти и зимние есть высокие есть короткие то есть это как бы тоже разновидность есть вот такие прорезиненные чисто нубовы линейка обувь а еще могу показать здесь чем эта модель интересно здесь определенная система которая очень крепкая это уже для большого хайка на война это тоже вибром но как бы специальная подошва которая держит стопут на вкус как на камнях то есть какой вариант для трекинга тоже очень как бы люди знают хорош там какие-то пластиковые ступинаторы или здесь пластиковая идет идет амортизирующий слит пластиковая пластина и сцепка резина для сцепки также мы видим женскую коллекцию которую литос разработала также для женщин то есть вот это варианты after sky называется after sky с английского после лыж то есть человек покатался на лыжах в данном случае женщина и отдела вот это вот тоже я так думаю что по городу можно и без лыж ходить да да наши женщины уже и носят их и в городе но как бы то здесь тоже мембранка стоит то же самое то есть как очень популярно женской и дутики но эти дутики оригинальны тем что у них еще и мембрана стоит утеплитель тоже куча разных расцветах коллекции на кому как бы нравится женщины уже сами выбирают плюс еще есть такие вот тубуковые вещи тоже тоже на тэпер драй мембране мы видим на более уже классическое для города также очень большая линейка детской коллекции тоже трекинговая то есть дети тоже ходит хотят ходить в походы с родителями видишь очень много вообще бомба слушай это вот малышку тоже мембранка стоит все технологично дутики прорезиненные на меху то есть очень большой ассортимент для всей семьи но основная направленность этой обуви это длительное перебывание в движении чем больше человек двигается тем больше ему комфортно потому что классическая обувь насколько она как бы хороша какие-то материалы но в ней со временем очень тяжело на каус стоил ну и движение под рюкзаком конечно то есть нагрузками с рюкзаками здесь стоят супинаторы стоят определенные пластины которые катят удары я просто думаю себе тоже у такие взять отличная очень удобная колодка я просто охотник поэтому для меня это крайне важно топать приходится много с собакой по тяжелым местам это то что мне нужно об этих что скажете правильно подобрана ширина хороший хорошая фиксация голеностопа и пятки правильно подъем стопы амортизируется то есть у меня нога становится как будто под нее померили ну а вы бы допустим вот для себя там для охоты все таки у меня тоже примерно одинаковая такая дети версию вот это она более более предназначена для более жутких условий почему потому что камыш тяжелая стерня где-то какие какой-то терен там где вам придется тяжелых условиях работать нужно выбирать вот это тоже может она реально защищена то есть ее невозможно повредить это тоже достаточно хороший ботинок но случае если вы куда-то влезете где-то вот для того чтобы остатки проволоки металл знаете что сейчас попадаются камыш высокая стерня теоретически можно коснуть да да можно где-то по подрезать хотя в обычных нормальных условиях убить их я думаю будет невозможно почему потому что видите защита носка и пятки и достаточно толстая подошва то есть они не убиваем это охотник это не подставной человек как по мне нормальная контора я давно уже подбирал что-нибудь аутборная и что-нибудь за имею из их ассортимента